Всем привет! Это АМКС, восьмой этап, маяк и финал Б. С вами, как всегда, Александр Петров и давайте сразу же к решетке перейдем. С первой линии стартует частный пилот Артур Саакянс. Рядом с ним пилот ЗД Рейсинг Кирилл Зеликман. Оба пилота ПРО. Позади два пилота Абсолюта Илья Цепкалов на Расслабоне Рейсинг и Илья Казаков в Капсулу Рейсинг Тим. Далее еще один пилот Абсолюта Виталий Шишкин изначили Рейсинг и пилот серии ПРО Владислав Валахвердов в Капсулу Рейсинг Тим. Пилотерей Медиум Михаил Ивашенко из команды Stop&Go Моторспорт расположился позади них и также с ним рядом частник Александр Селиверстов из серии ПРО. Еще два пилота Абсолюта сзади Даниил Лашин Капсулу Рейсинг Тим и Илья Горбачев на Чили Рейсинг. Следующая линия пилот Медиума Максим Диченко Команда Мира и пилот Лайта Владислав Бажа на Чили Рейсинг. Далее два пилота ПРО Артем Коренев на Расслабоне Рейсинг и Кирилл Глушак Ари ВРТ. Еще один пилот ПРО позади Никита Труханов в Капсулу Рейсинг Тим. Рядом с ним пилот Медиума и команды Начали Рейсинг Наиль Арибджанов. Следующая линия два пилота Капсулу Рейсинг Тим Максим Матте Юнос из Абсолюта и Андрей Калинин из серии ПРО. Далее Антон Чеботарев Начали Рейсинг Медиум и Назар Сторонцов Мира Абсолют. И перешедшие из прошлого финала соответственно Константин Шраватов, Андрей Лешков и Сергей Радивилин. Пилоты не могут дождаться старта и уже начали играть в футбол мы видим. Калинин с Океан, с Казаков, Лашин. Кто спиной стоит, не пойму. Да, почему-то задержка старта идет, вот Цепкало сидит у машины, Трухана по чем-то задумался. И вот такая чеканка в исполнении Ильи Казакова. В общем, в ожидании гонки каждый развлекает себя как может. Ну и видим, мы уже выстроились на старте пилоты. От кого мы можем здесь что-то ожидать? Конечно же, Илья Цепкало, популярный пилот у нас в России. Данил Лашин тоже может что-то показать. Так же, как и Виталий Шишкин. Налерий Ребжанов просто обязан показать какой-либо результат. Потому что борется он сейчас за чемпионство в Медиуме. Артем Коренев, мы знаем, прекрасно может выстреливать. Так же, как и Сергей Радирилин, которому эта трасса вообще родная. Ну и Антон Чеботарев также. Он сейчас борется как раз с Ребжановым за титул. Тоже нужно ему что-то хорошее показывать. Артур Сакянц, мы знаем, тоже очень бодро стартовал. Ну и Диченко. Ну, на самом деле много кто. Но, тем не менее, не будем это обсуждать. Потому что уже сейчас будет старт. Пилоты уже заходят в последний поворот. И давайте уже будем смотреть. Ну и мы ждем старта. И поехали. Казаков неплохо стартовал. Сакянц удерживает лидерство. Казакова там борьба с Шишкиным. Но, похоже, что остается он впереди. Сакянца уже атакуют. Теряет он сразу несколько позиций. Там Цепкало вперед проходит. И кто-то еще. Сейчас, к сожалению, не видно. Но давайте подождем несколько поворотов. Посмотрим, кто у нас в топ-5. И... Борется с Аакянц. Все-таки не хочет он проваливаться сильно далеко. Там Шароватого что-то было. Очень сильно замедлился. Он в конце едет. А, ну что, Цепкало сейчас лидирует. Казаков взяли Кманца. Аакянц и... Там позади, за пятое место, прям борьба активнейшая идет. Но, похоже, что Лашин выходит на эту позицию сейчас. Да, вот здесь мы видим, он позади Сакянца. Здесь Ребжанов широковато так эффектно заходил. А и похоже, что у Шароватого что-то с Чепотаревым было. Потому что Чепотарев тоже с отставанием позади едет. Цепкало сразу в отрыв уезжает. А здесь Странцов чуть было не... Убирается в отбойник, теряет машину, но ловит ее. Ну что, Цепкало первый. Далее Зеликман, Казаков, Шишкин. Позиции меняются. А Сакянц борется уже с Алахвердовым. И похоже, что Владислав сейчас пройдет его. Но нет, посмотрите, Горбачев проходит их обоих. Здесь тоже тройная борьба. Там Чепотарев пытался также в стиле Горбачева проехать, но не получилось у него. В итоге атакует он Матюнуса. Проходит его. Здесь бок о бок Шароватов и Бажин. И Шароватов проходит Бажина. Ну, первая тройка немного оторвалась. А здесь самое гуще событий у нас. Калинин и Коренев в борьбе. Калинин впереди. А тут что-то подоотстал как-то. Ой-ой-ой! Матюн у нас разворачивает Шароватова. Был контакт. Много групп пока еще очень плотно идут. Продолжается борьба. Там Труханов пытается пройти Ивашенко. Позади Калинин и Коренев. По-прежнему в борьбе. Чеботарев догоняет Пелетон. Зеликман и Казаков в борьбе. А позади Шишкин. Ждет удобного момента, когда можно тоже будет вклиниться в эту борьбу. Здесь бок о бок и Казаков. Прошел Зеликмана. Будет ли Зеликман контратаковать? Пока не стал. Шишкин очень близко едет. Похоже, что увидим мы сейчас интересную борьбу. Радивилин потихоньку прорывается вперед. Он уже прошел сейчас Калинина. Следующий Коренев. Ну что, как я и говорил. Борьба за второе место накаляется. Шишкин теперь впереди. Зеликман. А далее Казаков. Очень серьезный прессинг испытывает Шишкин. От Зеликмана. И пока происходит борьба, пилоты начинают скапливаться позади. Все больше и больше. Там уже Лашин с Олахвердовым уже близко. Ну и вся вот эта остальная большая группа, она потихонечку подтягивается. Я думаю, что если еще пару кругов в таком темпе поборются пилоты, то соберут позади себя неплохой паровозик. Ну что ж, Шишкин пока удерживает позицию в этой группе. Цепкало вообще уже не видно. Он уехал далеко-далеко. Пожалуй, самая скучная гонка у пилота. Никакой борьбы нет. А здесь напротив. Веселение куда? Казакова чуть было не разворачивает. Теряет он несколько позиций. Ну как же так? Ой-ой-ой! Коренев! Коренев разворачивается. И Старанцов, объезжая его, чуть убирается в отбойник. Какой был удар! Повезло, что вскользь прошел. Если бы по прямой уходил вот этот отбойник, ну мог бы даже травмироваться. Коренев возвращается в итоге на трассу. Здесь мы видим борьба Ребжанова Диченко. Ребжанову тоже надо прорываться. Он борется за чемпионский титул в серии «Медиум». Проходит он Диченко с небольшим контактом. Мы возвращаемся в эту борьбу. И здесь Зеликман как раз в этот момент. Зеликман и Лашин оба проходят Шишкина. Любимый жест Лашина вот этот рукой. Давайте, давайте, поехали, поехали. Очень похож он на жест Владимира Ильича Ленина. Ну что ж, позади уже Лохвердов очень близко к Шишкину. И тоже сейчас, скорее всего, будет его атаковать. А здесь какая плотность! И Бащенко, Селиверстов, Матый Юнос, Чеботарев. А кто там еще? А Глушак. И позади еще четыре пилота накатывают. Вот это да! А Малешков прорывается. Глушака он проходит. Поравнялся с Чеботаревым. Здесь Бажин. А Татак Шарватова прикрывается. И Глушак теряет несколько позиций. Поворот не очень и нехорошо. Он дошел. А Лешков разворачивает Чеботарева. Вот так снова и снова предстоит Антону прорываться. Продолжаем наблюдать за этой борьбой. И Лашин атакует Деликмана. Проходит его сейчас Шишкин и Лохвердов. Наверняка тоже будут пытаться что-то сделать. И вот попытка у Шишкина. Но нет. Решил не ссуваться дальше. Лашин по-прежнему удерживает. Видишься позиция. А вот Шишкин бросается уже на Деликмана. Пытается его пройти. Но Лохвердов проходит Шишкина. Лашин чуть-чуть оторвался. Там полтора корпуса. Но там по-прежнему плотная борьба. И Казаков с Океанцем уже тоже подкатывают. Возвращает нас в эту супер плотную группу. Здесь по-прежнему Михаил Ивашенко удерживает лидерство. Позади него Шароватов и Лешков. Далее Бажин. Сторонцов и Глушак. И Коренев чуть позади. И Зеликман хочет вернуть себе позицию. Бросается в атаку на Лашина. Там и Шишкин. А Лохвердов также поравнялся. И Зеликман впереди. Зеликман отбирает позицию. Лашин не сдается. Бок о бок. Шишкин очень близко позади. А Лохвердов тоже. Казаков с Океанцем уже догнали. Лашин снова забирает. Снова забирает эту вторую позицию. Шишкина, Лохвердов в контакте. С контактом проходит. Зеликмана выносит его. Шишкин пролетает. Ух, Казаков и Соокеанц догнали. Также Зеликмана попытались навязать борьбу. Не успели. Лохвердов теряет позицию. И относительно Зеликмана, и относительно Соокеанца. И Казаков. Вот так же проходит вот уже Ори Джонов. Какая борьба. Лидер Илья Цепкало. И его просто, сказать, неприличный отрыв от всех остальных. Смотрите. Очень далеко отъехал он. Ну что, здесь у нас снова изменения. Оторвались Лашин, Шишкин, Зеликман. Здесь Казаков, Арибжанов, Лохвердов, Соокеанцы догнали. Их уже Труханов и Рудивилен. Труханов очень интересно смотрится с этими двумя камерами. Как какой-то римский легионер. Вот мы видим. Да, Зеликман. Недалеко от Шишкина. Но Лашин уже уехал. И здесь Труханов проходит Соокеанцы. Рудивилен сразу следом за ним. Соокеанцы чуть было не убирается в отбойник. Рудивилен словно по стопам Труханова идет. Где Никита проходит, там и Сергей тут же проскакивает. И вот так вдвоем прорывают они эту толпу. А здесь уже атака на Лохвердова. И посмотрите, снова Труханов атакует. Рудивилен буквально прилип к нему и ждет своего случая. И вот, пожалуйста, Труханов впереди. Рудивилен уже бок о бок с Лохвердовым. Исаокеанц тоже подлетает. Рудивилен идет в атаку на Лохвердова. Исаокеанц, ух, сейчас будет Трое в ряд. Нет, развернули Алахвердова. Как-то взяли в коробку Рудивилена. Некуда ему было деваться. И, соответственно, Алахвердов улетел за пределы трассы. Коренев и Бажен бок о бок. И, похоже, что Бажен останется впереди. Здесь Глушак тоже накатывает. Но нет, все-таки Коренев. Коренев проходит. И, ух, как опасно! Чуть было не убрался в отбойник Артем Коренев. Ребжанов и Казаков бок о бок. Казаков остается впереди. Наиль пробует его атаковать по внешней. Перекрещивает. Но пока не удается. Ну что ж, поднялся еще уровень Наиля. И прям просится он в серию про. Что в следующем сезоне, скорее всего, и будет. Но будет очень интересно, если он возьмет титул в медиуме в этом году. Повторит он тогда успех Антона Удалова, который был чемпионом Лайта и чемпионом медиума. То же самое сейчас грозит и Ребжанову. Ну и, собственно, что мы видим? Мы видим, что Ребжанов в итоге прошел Казакова. Начал отрываться. А Труханов, Радивилин и Сакян сдогнали его. Соответственно, Сакян сейчас с легким контактом проходит Радивильно. Ну а на наших экранах лидер Илья Цепкало остался совсем немного. Какие-то несколько метров. И Цепкало побеждает в этой гонке с большим отрывом. Ну а мы перейдем к результатам. 19 кругов сделали пилоты. Все в одном круге. Очень хорошо поборолись. Единственный большой отрыв был у лидера. Остальные все ехали плотными группами. Все в борьбе. Ну и что? Герой гонки Наэль Ребжанов. Очень хорошо провел гонку пилот. Как раз сделал то, чего от него ожидали. В борьбе за свое чемпионство. Теперь по быстрый круг. Быстрый круг у Цепкало минута 9778 тысячных. По штрафам. 5 секунд за грубую езду получает Зеликман. 10 секунд. Ну тут собственно все штрафы за грубую езду. Сейчас озвучу. 10 секунд. Артур Саокеанц. 10 секунд. Владислав Лохвердов. 5 секунд. Антон Чеботарев. 10 секунд. Максим Матаюнас. 10 секунд. Артем Коренев. И комбо. 30 секунд. И плюс еще 10 секунд. Сергей Радивилин. А также Михаил Ивашенко. 5 секунд. За конус получает. Первое место в итоге Илья Цепкало. Второй Даниил Лашин. Третий Виталий Шишкин. Они переходят в следующий финал. Четвертый Наиль Арибжанов. Пятый Илья Казаков. Шестой Никита Труханов. Седьмой Кирилл Зеликман. Восьмой Максим Диченко. Девятый Илья Горбачев. Десятый Андрей Калинин. Одиннадцатый Артур Саокеанц. Двенадцатый Константин Шароватов. Тринадцатый Владислав Лохвердов. Четырнадцатый Назар Странцов. Пятнадцатый Андрей Олешков. Шестнадцатый Антон Чеботарев. Семнадцатый Кирилл Глушак. Восемнадцатый Максим Матаюнос. Девятнадцатый Владислав Бажин. Двадцатый Александр Селиверстов. Двадцать первый Михаил Ивашенко. Двадцать второй Артем Коренев. И двадцать третий Сергей Радивилин. Со своим гигантским штрафом в 40 секунд. Ну что ж. На ваших экранах лучшие моменты с дрона. Также вы увидите еще борт на Илья Ребжанова. Отрывки лучших моментов с этих камер. А я с вами прощаюсь. Увидимся с вами на последнем финале. Финале А. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok